В кормовой части справа расположены габаритные огни красного и белого цвета, как я полагаю, для заднего хода. По выхлопной трубе с каждой стороны. Они замотаны тканью, чтобы не обжечься. Это какой-то тканный материал, возможно, холщовая или асбестовая ткань. Бортовые передачи снизу. Ведущие колёса, как и у большинства британских танков того периода, расположены сзади. Смазочные материалы можно заливать вот здесь. Траки цельнолитые, на них есть литой номер. С этой стороны находится очень простая система крепления крышек трансмиссионного отсека. Дополнительный топливный бак. У британцев были свои способы увеличения запаса хода, особенно в пустыне, где заправочных пунктов было мало и расстояние между ними было большое. Отделяемый топливный бак был удачным решением. А вот прицепы с топливом, так называемые рототрейлеры, наверное, были самым худшим военным изобретением. Если у вас есть пару минут свободного времени и вы хотите посмеяться, а также знаете английский, посмотрите выпуск передачи «Оперейшн Тинк Тэнк», где Дэвид Флетчер крайне удачно подобрал слова на эту тему. Снаружи на некоторые «Матильды» также устанавливали кнопки сигнальной системы. Нужно было нажать на кнопку, внутри танка звучал сигнал, и командир высовывался наружу, чтобы посмотреть, кто из пехотинцев его побеспокоил и что ему нужно. Ниже выхлопной трубы находятся два глушителя. Итак, с каждой стороны по выхлопной трубе. Один глушитель повернут направо, другой — налево. Но в остальном они совершенно одинаковые. Сзади также находятся цельные буксировочные кольца, прикрученные к корпусу. И если вдруг такое кольцо ломалось, то его можно было быстро заменить. Не нужно было идти за сварочным аппаратом. Вот здесь, сзади, также есть буксировочные отверстия. Эта трубка выходит из топливного бака и соединяется с топливным отсеком в задней части корпуса. В отличие от советских танков, где топливо отдельно закачивалось в топливный отсек из внешних баков, здесь бак является частью топливной системы. Но здесь нет системы быстрого сброса бака. Приходилось обходить танк и снимать его вручную. Теперь давайте заберёмся наверх и узнаем, что же разгоняет «Матильду» до невероятной скорости 25 км в час. Используем наклонные желоба как ступеньку. Эти желоба были не очень эффективны. По задумке, пристававшая к тракам грязь, при их вращении должна была соскальзывать по желобу. Для песка они подходили хорошо, но грязь налипала и соскальзывала плохо. Так, конструкция оказалась не совсем удачной, но в качестве ступеньки вполне сгодится. Довольно легко подняться. Так, посмотрим, смогу ли я что-нибудь здесь открыть. Похоже, что смогу. Здесь, скорее всего, нужно два человека. Из-за не самой простой экономической ситуации 30-х годов, да и просто для экономии времени, было решено использовать двигатель от лондонского двухэтажного автобуса. Это шестицилиндровый однорядный дизельный двигатель. Но так как танк потяжелее автобуса, на «Матильду» было установлено два таких двигателя. Сначала это были двигатели AEC мощностью 87 лошадиных сил, а потом двигатели Leyland по 95 лошадиных сил каждый. Двигатели расположены рядом и соединены с общим выходным валом, который находится здесь, посередине, между двумя трубками, ведущими в трансмиссионный отсек. Карданный вал также соединен с трансмиссионным отсеком. С каждой стороны расположены топливные и масляные баки. Масляные баки с простейшим щупом для проверки уровня масла. Вот так. Даже не прикручен. Как я говорил, по баку с каждой стороны. Это насос для впрыска топлива. Для закачки топлива нужно просто поднимать и опускать ручку. Чтобы заполнить бак, нужно поднять крышки с каждой стороны. Я покажу вам, как это делается. Дизельный двигатель. Свет зажигания, конечно, нет. Есть карбюраторы, которые смешивают воздух и дизельное топливо. Больше ничего особенного. Танковые двигатели той эпохи довольно простые. А дизельные ещё проще. Всё находится под этими большими тяжёлыми крышками, которые вам придётся поднимать, даже если вы просто хотите проверить уровень масла. С топливным баком попроще. Нужно лишь откинуть... Эту крышку. Дизельное топливо. Ошибиться невозможно. Довольно тяжёлое. На этом танке нет ничего лёгкого. В те времена об удобстве экипажа никто и не думал. Познакомьтесь с Клейм, одним из двух видеооператоров. Вы можете знать его по серии видео «Прокачай своё оружие». А теперь он ещё и актёр. Ладно, три, два, один. Спасибо, сэр. Итак, мы всё открыли, и вы можете видеть отделение системы охлаждения и трансмиссии. Две отдельные системы охлаждения, одна на каждый двигатель. С одной стороны, можно сказать, что и проблем может быть в два раза больше, а с другой, в случае чего доползти до своей базы можно и с одним работающим двигателем. Хотя, если максимальная скорость всего 25 км в час, страшно подумать, сколько вам придётся ползти. Механический вентилятор внутри. Трансмиссия с механизмом предварительного выбора передачи. Мы её рассмотрим, когда заберёмся внутрь. Здесь тормоза — система рулевого управления. Разворачиваться на месте танк не может. Тормоза, по сути, являются внешними тормозными барабанами. Снаружи находятся сами тормозные колодки. И когда вы тянете за рычаг, тормозная система сжимает колодки, и скорость одной из гусениц снижается. Тормоз устроен просто и достаточно массивен, чтобы справляться с весом танка. Отсюда система ведёт к бортовым передачам и ведущим каткам. Если вы хотите узнать, какая включена передача, здесь есть специальный указатель. Сейчас трансмиссия в нейтральном положении. Учитывая, что танк не был на ходу многие годы, я приятно удивлён, что тут всё так легко открывается. А теперь я всё опять закрою. Могу я ещё раз обратиться к своему замечательному помощнику? Клей? Ну что, начнём с середины. Береги руки и ноги. О, чёрт! Стой, ты схватился сразу за две крышки. Представляю, каково заниматься этим каждый день. Или даже каждые несколько часов. На этом мы закончим рассказ о том, как эта машина работает. А в следующем эпизоде мы расскажем о том, как заставить её работать. Увидимся в следующей серии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА